вот и я ребята в общем да ребята пришел я вот в гаражик и самого то еще даже не переоделся само утро стук в одну в дверь в бокс пошел открыл и чувак стоит с пакетом но это доставщик запчастей а я там заказал шпильку колесную сорвана шпилька колесная они же не звонят что они приедут или что ты заказал запчасти им приехала они сразу доставочка вот чувак приехал на своей машине и за сколько они на бенз потратили но факт остается фактом шпилька на kia sol за 25 гривен чувак не приехал и вручил вот такую вот кулечек с такой шпилька его вот что называется крутые ребята которые даже за мелочи готовы приехать и от с доставочкой приехать вот стремитесь это крутые ребята а еще и подгончик могу показать но это не реклама совершенно вот увидели такую срань когда-то это в дэшка пацаны пацаны ребята вы знаете применение в дэшке в дэшка применяется везде можно и куп в ней купаться можно что хотите делать нос закапывать вот в дэшечка двух флакончиков и дэшечки вот это реку это анти ну короче это не реклама ну вот прикол такой вот со шпилька он не в дэшечку еще а то есть тебе еще за 25 гривен мало того что доставка так еще и подгончик ну да вот я не буду показывать откуда вот чек накладная 2561 дна короче стеклоподъемник не срабатывает напрямую подключаем работает подымает опускать а кнопка нихуя не надо разбираться вот разбираться я снял те разъем разъем полива сюда скину косы проводов вот это мне пришлось две косы расчехлить либо две косы с тойота а одна митсубиси голланд 2 митсубиси эклипс тоже с двух митсух я снял короче проводку распустил боже она реально митсуховская проводка и разъемы точно такие же какие у тойоты это знаете это реально вот что отечественный автопром да вот эти все фишечки тупые папы мамы короче живули газели там я не знаю любой короче автопром вот именно наш советский автопром одинаковые разъемы что здесь у них стандарты наверно какие-то общие здорово ты знаешь эти две сегодня монтажки вот нужно позвонили вы монтажки а одна сейчас точно скоро будет а вторая уже по моему и и не будет пошли ты опоздал руслан из дома черных вот все что могу сказать как тебя называют в гараже болтарез вы лёшеньке не говорите но я иду пиздить его дрова преступник это недопустимо все это никак не должно попасть в выпуск а впрочем лёшенька не обидится ну шо он может мне не сказать послушаем про полосе бенбошка послушаем что послушаем в следующем выпуске шоу тебя скажут по этому поводу ну да но это остается между нами посмотрим я но он должен по у нас же нет секретов от пацанов у нас дрова сырые и чтобы распалить нужны сухие дрова сейчас мы растопим вот этим поверьте не такие сырые дрови дети не повторяйте это дома а это называется что чуть-чуть забыл закрыть заслонку в галеряне фух завтучил вообще накурила смотри 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 что происходит гараж горит тьфу 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 аккумулятор сел тащи аккумулятор желтый из газели желтый из газели и провода в общем что надо вот эту машину переобуть хотел ее к монтажке и получилось все тут надо тормозные шланги поменять вот что еще а тут вообще сигналка с автозапуском надо автозапуск настроить мы поставили сигналку айди возьми еще провода поверх этих подки не хватает сечения проводов вот это херовые провода ряд пошевели вот эти херовые провода херовые которые первый раз ты принес сделай да плюс вот плюс подкидывай сюда а вторую дели станция не рад не получается на запустить движок вот карбюраторная машина только малейший холод все ее не запустить а перед этим просто еще на их на газу стоял то уже там смесью газ бензин и это очень херово это ждать надо сейчас мы ее просто оттолкаем и все короче ребята вот меня подгончили сделал чувак один вот такие вот часики вот их даже не задумываясь сразу повесил сюда вот и они постоянно чем в чем проблема в общем они сами по себе или спешат или тормозят непонятно в общем если их не заводить там пару-тройку дней если сверить со своими часами то они например спешат там на полчаса могут спешить или наоборот отстают вот такие часики ставились на корабли и на подлодке но мне сказал этот тип и тут есть два режима один режим это у а второй режим это п мне вот стояла на режиме у мне кажется это какой-то режим ускоренный потому что если на подлодках наверное они же там не знают когда переводить часы скорее всего ну я хер его знать это мои предположения вот сейчас я переставлю на буковку п это наверное простые там не знаю время исчисления если как это называется вот и посмотрим вот крутые часы в общем вот это мне затрачивает постоянно за ними следить вот это подкручивать их ну в общем в общем так это и все что я хотел сказать по поводу часов это не те которые у максы там потрясти я его жить и можно потрясти не просто заводиться не вот это такие советские крутые часики ты лампочки в ванна покупаешь у нее я понял это его так называют уже таксометр я понял трекеры мы ставим от 150 гривен а так что за машина бмв ну где-то гривен 200 может быть на алексеевке до котельниковская 21 хорошо но нет сегодня нет у нас по записи но вы наберите заранее я вам скажу когда ну да я думаю может быть завтра утром или сегодня под вечер получится ну завтра скорее всего да все до свидания да ребята ну конечно это очень круто что люди звонят но не круто что я постоянно говорю завтра послезавтра после послезавтра и то бывает вообще на две недели вперед я их записываю человек вообще теряется ну вообще оно так и есть реально позвонить обзвонить всех электриков в городе и все они говорят одно и то же реально работы дохерище а вот некому заниматься принципе реально заниматься вот сейчас другой машиной когда мне еще нужно заниматься другими машинами когда человек говорит да там всего лишь на 15 минут работы да нифига там не на 15 это на час на два или на три а то и на полдня бывает что и на день потому что что то вот пускай да работа какая-то легкая вы что-то делаете а потом пошло поехало там что-то поломалось что-то надо заменить что-то прикрутить что-то при изготовить в общем работы много работа есть всегда и приходится всегда людей на следующий день когда-то вот перемещать ну так получается еще лампочку за двадцатку скуши конфетку я это захочу вам показать но я еще не знаю захочу ли вам это показать потому что это сложная фигня которую я буду делать первый раз до этого я так не делал никогда но тут отдельный случай буду откручивать шкив коленвала вот там стоит болт который затянутый не вебическим моментом вот я уже пробовал и вот крутить чувак сидел на четвертую скну как обычно мы откручиваем чувак сидит нажимает педаль тормоза поднял ручники 4 я пытаюсь открутить но я тут поставил вороток потом на него еще насадил трубу и я давлю и чувствую что там ну душенька моя не позволяешь мне дальше это делать пошли мне кажется сорвется вот что я буду делать я поставлю упру куда-то сделаю рычаг вот рычаг упру этот вороток куда-то и потом стартер ком клацну и вот двигателем раскручу этот болт это стрёмная херня первый раз я буду это делать но надо поменять шкив потому что шкив там получается с демпфером он прокрутился резинка лопнула он прокручивается и когда генератор работает нагрузка то есть он короче пищит и прокручивается и метки вообще не метки на этом шкиве то вот я буду этим заниматься и вам это покажу бэху хочешь себе бэху хочешь себе до свидания до свидания так я вот сейчас сейчас воротком сижу и думаю правильно или я хочу установить рычаг реально вот если движок крутится в эту сторону и сюда же затягивается то я его ставлю движок крутится колено крутится а тем самым это вздрочь стоит на месте и что делает вот сейчас пространственное мышление чуть не работает то есть это откручивается а если его так поставлю над балкой что произойдет тоже что он сюда будет крутиться как ты думаешь макс какую сторону надо ставить вот можно посмотреть как я зафиксировал а планшер он эту херню короче ребята очень стремно очень и очень стремно да и вообще я что-то пока я не уверен что в эту сторону он должен закручиваться была не было или что все страмблера я снял ну как-то как-то буду готова давай пошли чуть-чуть ёпты блять слышь тут стремно стоять блять сейчас блять оно там чуть-чуть соскочила вон но оно то соскочила стрёмно да то что хочется зафиксировать гоупро и отойти метров но у нас не гоупро слышу руслан а ты хочешь подняться по карьерной лестнице автоэлектрика да иди сюда вот становись вот все ты на первой ступени это карьерная лестница ну пока ты вот видишь провода в руках пока ты такой типа знаешь а дальше вот пойдет не нет я сейчас туда нельзя остановиться это только уже высший разум куда-то вот следующий раз мы тебя поставим чуть выше так кстати олег я когда-то ему когда-то олегу я говорю он пришел в гараж через пару дней ему говорю у тебя первое повышение он говорит какое я ему дал копию ключа короче от двери все это типа не металля ключ типа вот все первое повышение ключом он же такой ты хотел почувствовать как это да ты вот так лучше сделаю так вот сейчас это на соски да аккумулятор в натуре давай это типа лавровый кабель а в натуре проверка на автоэлектрика так где у нас тут на держи в одной руке я тебе допуск до 12 вольт есть 220 я учился на этого электросрестора подземного подземного так ты как крот давай ну вот так хотя бы давай к ушам и что надо облизать и не знаю ну попробуй так ну попробуй так чуть чуть а ты предлагаешь это облизывать а нож как уебет ее максимум так надо пойдем мне кажется тут тут на самом деле не из того какой-то подземный BDSM подземный подземный ну вообще-то на поверхность ага вон смотрите кто идет это еще а что здесь привет привет здорово мы пытаем человека ты видишь пытка пригласили называется на работу я думал тут все как у людей там а теперь через тебя меряют напряжение по твоим конвульсия знаешь типа как осцилонов когда у него эти всякие скольки там синусоид и вся хрень как у меня будут руки дернуться я буду показывать это все руками не получается вот реально не получается я делаю это первый раз читал что так делают вообще да да вот я же электрик они не моя уже ее мотористы все остальное ну я вообще сниму наверное как записываешь давай а ты записываешь туда да понятно туда туда ёпта как страшно слышно да я тогда чуть-чуть вот так вот готов? ну давай уже давай ну вот это было не страшно еще раз оно не спало так? нет оп ёпт все порядок Вова открутилось? ну посмотри по моему открутилось да ребята мы лучше так ёбаный насос ну пиздец сальник колено нужно менять вот то что блин я я боялся этого вот масло сразу потекло и это знаете что это означает? что? что машина остается еще ты рад? безумно далк по другому я могу убедиться я я Привет, Ветл. Руки грязные. Ничего страшного. Давай сразу к делу. Да? Ну. Да тут сигареты так лежат, соблазняют. Ну, бери сигареты и погнали. Как я буду работать с БМВ и с сигаретой в зубах? Нет, ты против такого? Не, не, не. Пошли, 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 пошли. Давай, давай, давай. Ветл, руль, право. Давай, давай. Право, право, право. Ну, место пусть... А ну, еще гаркни, баланчик. А ну, еще устроим. На место, блядь. Макс, скажешь, если вдруг не будем вписываться. Окей. Давай. Макс, следи за котятами. Он уже это делает профессионально. Он знает, он снимал, как я профессионально заезжал и не упал, он упал в яму. Стоит один раз ошибиться, да? Я ошибся, я завис. Я упал. Правильно? Это было бы одно дело. Ну, что тут? Куча-куча ошибок. Ну, так как эта машина чуть-чуть разбиралась, потом собиралась, они могут висеть давно уже. Вот, поэтому я сейчас сбрасываю все ошибки в ноль. Запущу двигатель, проедусь чуть-чуть. И она активные ошибки выведет меня сюда на табло. Ну, и я уже буду понимать, какие реально проблемы остались. Ну, ребята, вот такой у нас сегодня рабочий был день. Не супер продуктивный, но с тем же и много чего сделали. Вот. В основном мы толкали сегодня машины, да. Вот. Ну, круто. Работа идет, работа не стоит. Что-то делаем всегда. Вот. В общем, и все. Да. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментах пишите, что вам нравится. Может, что-то еще добавить. Вот. Будем читать, комментировать, отвечать. Примем все ваши комменты к рассуждению. В общем, всем пока. Вовчек, я себе нашел расходомер. Эй, это мой расходомер. Да, ты на РНЖ ездишь. Да, ты видишь? Да хер на них вообще. Тут стекло такое, блин. Толщиной, наверное, бронированное какое-то стекло, реально. Оно еще увеличивает картинку. Стеклышко миллиметров пять, наверное.